добрый день дорогие друзья с вами автосалон про тюнинг и меня зовут игорь сегодня мы рассмотрим действительно очень интересный электромобиль из книги рекордов гиннеса который поставил после своего выхода сразу два рекорда это самый быстрый управляемый занос на скорости 207 километров в час и самое быстрое прохождение слалома между 50 конусами всего за 49 секунд машина которая на самом деле умеет удивлять это zikr 001 все эти цифры дополним еще одно разгон от 0 до 100 у этого zikr занимает всего 38 секунды просто представьте это один из самых быстрых спорткаров электрических на сегодняшний день действительно классная машина и так про сам автомобиль начиная с дизайна во первых это естественно такой вот очень классный насыщенный оранжевый цвет который сто процентов будет привлекать внимание абсолютно все кто проезжает мимо вас и дизайн этой машины тоже очень впечатляет посмотрите на эти линии дхо которые у нас расположены сверху слева справа от капота такие двойные полоски которые у нас отвечают как за поворотник также из-за элементы краски дхо при разблокировании автомобиля при его открытии очень красиво приливаются светом так встречает автомобиль своего владельца и не только эти элементы дхо но и основные фары которые у нас находятся снизу бампер состоят из 4 секции диодных линз они тоже у нас умеют переливаться вот так вот играет цветом в общем выглядит особенно ночью очень классно помимо этого машина очень хорошо оснащена начиная только даже с камер у нас имеется на передней части автомобиля на бампере камера которая относится к круговому обзору под лобовым стеклом у нас целых три камеры еще три камеры находятся с боковой части автомобиля в зеркале у нас две камеры в крыле еще одна из задней части автомобиля у нас еще три камеры тоже попозже мы их вам покажем я все это расскажу машина смотрится очень хорошо современно при этом не как-то вычурно очень красивые линии формы и так далее снизу у нас такая имитация сплиттера идет на бампере то есть машина показывает что это все-таки спорткар колеса установлены 22 размера очень большие сделаны на самом деле очень классно в плане дизайна окрашенный в черный глянцевый цвет и лицевая часть это у нас полированная про . то есть алмазная про . на самом диске и за ними у нас скрывается к видите оранжевые суппорта как спереди так и сзади тоже вот эти вот акцента на самом деле это касается не только автомобилей 0 первых в этом цвете в оранжевом но и абсолютно всех то есть даже если будет черная машина у вас будет очень много оранжевых акцентов выглядит на самом деле классно и спортивный тормозной диск у нас идет с перфорацией большой суппорт в общем отличное торможение здесь точно обеспечена тем более так как это электромобиль на него еще есть и большая батарея которая идет у нас по всему днище автомобиля это прибавляет немало веса собственно такая тормозная система точно вас остановит в абсолютно любой ситуации ну и как раз про те самые камеры то что я говорил у нас в крыле стоит одна которая смотрит на препятствие который у нас возникает при открытии двери либо она нам показывает в кругом обзоре дополнительные зоны осмотра и в ножке зеркала и в корпусе самого зеркала еще установлено две камеры даже зеркала здесь на самом деле очень умный тут нас естественно присутствует проекция слепых зон если вдруг автомобиль появляется сзади и мы его не видим в зеркале авто затемнение в общем максимально все что можно было установить вот в такой вот элемент казалось бы здесь у нас имеется и сбоку как машина выглядит очень классно сделано по дизайну то что у нас как игры оранжевый цвет очень много черных глянцевых элементов на колесах спереди у нас на бампере черные глянцевые вставки видите зеркала черные глянцевые все элементы которые обычно на автомобиль идут хромированные здесь у нас в черном глянце и верхняя часть машины у нас здесь панорамное стекло естественно но будет черная стойка выкрашенная в черный цвет и машина получается такая как бы двухцветная очень эффектно и классно это все выглядит ну и немного про заднюю часть машины какие говорил у нас здесь три камеры 1 находится в плавнике 2 у нас установлена в крышке багажника и 3 в бампере все они призваны для того чтобы показывать вам круговой обзор автомобиля и взгляд назад по мультимедиа системе то есть будет у вас вводить изображение что у вас происходит сзади автомобиля про что я говорил как классно автомобиль играет фонарями всем этим цветом очень эффектно это выглядит но самое главное дождаться ночи все-таки и это посмотреть это стоит того действительно задний стоп-сигнал у нас и видите располагается прямо от левого крыла переходит через всю заднюю часть автомобиля и на правое крыло тоже выглядит на самом деле сзади как будто вы какой-то космический корабль действительно китайцы делают машины из будущего уже прямо сейчас и тут же мы видим эмблему обозначение то что это 001 это название данной модели багажник здесь достаточно объемный но из-за того что это все-таки электромобиль у нас пол багажника находится немножко высоко он хоть и уходит у нас туда далеко вглубь салона автомобиля но при этом не сильно большой так что учитывайте то что какие-то прям объемные габаритные вещи вы сюда точно не поместите но при этом мы можем снять заднюю полку отсюда и сложить сиденье у нас получается практически ровный пол и можно я думаю абсолютно все что необходимо здесь перевести тут же у нас находится еще и подпол куда можно положить вещи которые у вас часто особо не используются чтобы они у нас не летали по багажнику и еще одна деталь очень интересная которая здесь присутствует это кнопки с помощью которых можно опустить автомобиль прям как на кроссоверах современных это сделано на премиальных так как здесь пневмоподвеска для более удобной погрузки вещей которые будете производить собой можно опустить заднюю часть и уже более удобно и сюда погрузить все потому что zikr позиционирует 01 модель как кроссовер но как по мне честно говоря как кроссовер он не сильно выглядит это больше похоже на кросс седан что-то вот такое вот но при этом все вот эти вот полезные удобные функции у нас здесь уже есть салоне тоже присутствует большое количество тех самых элементов оранжевого цвета у нас во первых вся строчка которая идет по салону она оранжевая вставки на дверных картах на парк призы такой вот алюминий как будто бы под оранжевым лаком оранжевой краски очень классный эффектом выглядит ремни безопасности у нас тоже оранжевого цвета в общем сделано очень эффектно и что я уже подмечал то что здесь у нас в дверных картах и в подлокотнике центральном имеется отделка из флока такой мягкий материал специально чтобы сделать это хочу мой взгляд чтобы не бились об него элементы и не шумели сильно он тоже сделан из оранжевого цвета а весь салон у нас отделан из очень приятной алькантары как сиденье полностью центральная консоль верхняя часть парпризе дверные карты но руль сделан из кожи так так как это более практичное решение и по поводу самого руля у него анатомическая форма скошен вниз тоже оранжевая вставка оранжевые нитки и что самое интересное то что на боковых элементах управления у нас здесь сделано все немножко по необычному и что именно сделано не стандартно как на всех машинах справа управления мультимедиа слева круиз-контрольным а тут у нас встроены настраиваемые панели то есть с них мы можем делать большое количество функций выбрать положение руля в проекте на ловом стекле и настраивать сиденье там и так далее в общем все что имеется у нас из настроек по машине регулировать громкость мультимедиа тоже можно с этих вот настраиваем их панели на самом руле по поводу приборной панели тут поступили очень умно потому что она у нас очень такая компактная она по высоте наверно как iphone может быть даже чуть меньше и вам не нужно будет там как-то пригибаться чтобы посмотреть что у вас находится сверху приборной панели потому что она просто маленькая находится у нас снизу и в ней помещается все что необходимо по езде на автомобиле то есть передача скорость какие двери у нас открыты знаки она также считывает и так далее мультимедиа система тут с большим экраном работает очень быстро классно есть абсолютно огромное количество функций которые можно настроить из нее от направления воздуха из воздуховода в положении сидений руля также выбираются отсюда комфортная подсветка в машине настройки автопилота и так далее в общем тут можно копаться в настройках я думаю минут 30-40 точно на это уйдет только настройки но помимо этого у нас еще есть домашний экран на котором показано сам автомобиль zikr 01 можно отсюда же выбрать его цвет допустим поставить оранжевый как у нас так раз таки на машине и здесь же быстрый доступ к функциям самой машины снизу у нас панель еще одного быстрого доступа отсюда мы можем перейти к навигации при езде настройка сидений то есть их положение боковые подкачки вентиляция подогрев тут у нас эти даже массаж встроены в этих сидений которые как бы такие у нас спортивные также снизу у нас идет управление климат-контролем и уже справа также пассажир может под себя настроить сидение есть своя кнопка настройки громкости музыки и меню приложений снизу под мультимедиа системой находится еще одна панель сенсорная на которой у нас находятся кнопки включения аварийного сигнала подогрева стекла переднего задняя и кнопка открытия барлячка что очень удобно что здесь сделано несмотря на то что это вроде бы сенсорной кнопки многим не нравится то что делают такие вот кнопки сенсором потому что на ходу бывает немножко неудобно тут у нас есть виброотдача то есть если вы нажимаете на курят кнопку вы хотя бы понимаете то что вы точно на нее нажали и она среагировала под этой панельки на уже центральной консоли у нас находится место для вашего телефона с беспроводной зарядкой тут же у нас рычаг переключения передач который отделан тоже из alcantara сделан очень так минималистично такой плоский справа шайба управления громкостью мультимедиа системы play stop два подстаканника не особо большие но в принципе какой-нибудь стандартный стакан либо банка с водой думаю сюда точно поместится объема 05 подлокотник открывается на две стороны внутри у нас находятся две зарядки это юсб тайп си стандартный избе 20 и еще один перекуриватель поэтому точно все что вы будете привезти с собой из электроники будет здесь заряжена посмотрите еще раз насколько классно сделана дверная карта у нас здесь сверху идет перешив в alcantara оранжевая строчка все это переходит в пластиковые накладки со своим таким вот дизайном под ней находится еще вставка окрашенная в оранжевый цвет снизу под ней сетка динамика из такого блестящего алюминия еще раз таки у нас сетка есть чуть выше на карте снизу у нас показано что это акустика ямаха кстати играет она на самом деле очень достойно звук действительно сочный есть встроенные звуковые эффекты эхо то есть такое пространственное аудио не скажу что сильно громко но качество здесь действительно на уровне еще сверху у нас краски стоит пищалка той же аудиосистема еще как классно здесь сделано комфортная подсветка я думаю видели в многих автомобилях как это делается допустим те же mercedes бмв у нас допустим идет к эта панель и за ней находится элемент который светится такое просто свечение у нас есть тут же смотрите как сделали в вставке отдельно из alcantara сделали перфорацию такими квадратиками из нее вырисовываются еще узор интересный и за ней находится светодиодная панель которая подсвечивается еще дополнительно снизу под этой панели у нас есть еще одна лента светодиодная в общем сделано очень красиво современно свежо необычно такого по крайней мере я точно еще ни на одном автомобиле не видел и снизу вставка у нас и краски кармашек тот самый из оранжевого флока смотрится прям очень сочно и классно сам сама нижняя часть дверной карты у нас сделано из пластика потому что это более практично в использовании она часто очень подвигают подвигаются каким-то воздействием бывает когда вы садитесь ногами можно об нее зацепиться но здесь это в пластике поэтому здесь точно элемент не будет страдать от этого больше всего в плане дизайна мне здесь нравится задний ряд и не потому как именно задние сиденья сделаны дверные карты а просто этот вид на спортивные сиденья потому что задняя часть них полностью обшита в оранжевую алькантару смотрится очень эффектно как будто бы слишком-то дорогом спорткаре который подвергся тюнингу очень классному но здесь это у нас все с завода сижу я сам за собой у меня еще остается место в ногах это еще при условии того что когда я выходил сиденье отодвинулась назад для более комфортного выхода с места водителя поэтому когда человек сядет вперед она еще сдвинется туда в сторону руля и у меня будет еще больше места но в принципе так на самом деле более чем достаточно тут у нас широкий подлокотник видно что прям постарались чтобы два человека здесь точно поместилась при езде на нем имеется дополнительная скрытая ниша для мелких вещей и место я так понимаю это скорее всего для телефона потому что идеально он сюда подойдет и с него же с этого подлокотника можно настроить угол наклона спинки с задних сидений мало где такая функция есть это очень удобно потому что в далекую поездку можно будет откинуться назад и с комфортом уже ехать в далекую дорогу тут на центральной консоли заднего ряда тоже есть панель быстрого доступа отсюда можно настроить музыку поза и позаимодействовать с подсветкой заднего ряда комфорт на который здесь тоже имеется климат-контроль и так далее и под ней находится еще одна панель с зарядкой usb 2.0 стандартной и с usb type-c сверху отсюда же можно наслаждаться панорамной крышей она у нас не сдвижная потому что стекло статично стоит но она может авто затемняться туда же шторки нету потому что она в принципе не нужно здесь примена технологии если вам необходимо можете поставить допустим на авторежим и машина сама понимает когда у нас яркое освещение затемняет это стекло под капотом или в переднем багажнике как вам удобно у нас находится еще одно место для хранения не скажу что она прям супер большое тут наверное ну маленькая какая-нибудь сумочка поместится и завода у нас здесь уже лежит комплект для подкачки колес такой вот прикольной сумки с логотипом zikar очень приятно что это уже положили ну и дополнительно можете сложить свои небольшие вещи ну и по поводу мощности в этом автомобиле это 544 лошадиные силы здесь стоит два электромотора на передней на задней оси то есть у нас сразу уже полный привод и как я и говорил 38 до 100 максимальная скорость ограничена программно на 200 километров в час но я думаю эта машина может спокойно поехать гораздо больше по итогу мы получаем автомобиль который имеет спортивную закалку но при этом у нас имеются все функции для комфортного перемещения в приятный салон в котором действительно классно находиться у нас здесь также стоит пневмоподвеска то есть плавность хода у нас здесь точно обеспечено и эта машина получается действительно универсальные люди любят такое их появляется все больше и больше на наших дорогах и если вам необходим такой автомобиль обращайтесь в наш автосалон про тюнинг обязательно привезем самые кратчайшие сроки и по выгодной цене естественно это касается не только zikr 001 а и любого другого даже самого уникального и эксклюзивного автомобиля из любой точки нашей планеты не забывайте подписываться на канал ставить лайк и писать комментарии спасибо за просмотр